Эмиль, давайте начнем с того, что есть уведомление от ЦАХАЛ, что они уже контролируют западный берег полностью и нашли новые туннели, какие-то Хамас в секторе ГАЗа. Постоянно там находят новые туннели, да, там сейчас, это мы говорим про город ГАЗа, западная часть города ГАЗа, там постоянно находят новые туннели при захвате каких-то форпостов, штабов, баз батальонов. У Хамаса, в принципе, все его силы разбиты на 24 батальона, часть она или уничтожается, часть просто используется, чтобы добавить это к оперативной карте, вот, кроме того, взят под контроль, вот я не знаю сейчас точно, взята полностью больница Шифа или взяты дополнительные ее отделения, потому что вчера перешли в продолжение атаки на этом участке, до этого там контролировалось только приемный покой и еще одно отделение сейчас, хирургическое, взяли, ну там, вы знаете, нашли тело одной из наших похищенных девушек, которые, которая была убита уже, находясь в плену, находясь в заложниках, ее доставили обратно, в Израиле тело доставили, обнаружили оружие, которое было спрятано в том числе за аппаратами магнитно-резонансной томографии, за другим оборудованием. Главврач больницы, относящийся к Хамасу по этому поводу, говорит, что сейчас больница практически не функционирует, но с израильской стороны мы знаем, что туда, наоборот, доставлялось оборудование, и врачи это оборудование принимали и его использовали. Кроме того, палестинцы говорят, что Израиль вывез из морга больницы тела. Нет опровержения со стороны израильской армии, возможно, это было действительно сделано, потому что это используется для идентификации людей, нет ли среди них каких-то людей, которые у нас числятся пропавшими без вести и так далее. Но да, в принципе, армия продолжает брать под контроль тот или иной квартал, тот или иной участок, зачищать его, и вот Юаф Галланд говорит, что на этой территории уже ни активов, ни боевиков Хамаса не осталось. Юаф Галланд – это министр обороны Израиля. Эмили, вот есть у нас фотография, боец армии Цахал, он показал, что он стоит возле этой больницы, и говорят, что там нашли тело одной из заложниц. Ну, Амарциана, да, вот то, что я сказал, девушка, которая была похищена, это одна из девушек, которые наблюдательницы в составе погранвойск, те самые, которые следят за экранами, которые транслируют, что происходит на той стороне границы, эти экраны были вырублены, система этого контроля была вырублена, отключена в момент нападения, и на эти наблюдательные пункты пришелся тяжелый удар, там много наших военнослужащих погибло, другие были захвачены в плен, и вот она числилась в плену, сейчас стало известно, что она в плену уже была убита, уволокли ее туда живой. Вы знаете, CNN выпустила сегодня расследование о массовых изнасилованиях, которые проводились в момент атаки на участников фестиваля, который там проходил и так далее, и израильское издание, ААРЭЦ, оно сообщило об этом как о новости, но сказало, что свидетельства, которые были приведены в расследование, мы в редакции обсудили и предпочли не рассказывать о них подробно, не описывать, что там творилось, потому что это, опять же, может нанести определенный ущерб психологическому здоровью. Да. Эмиль, мы также с вами говорили в начале нашего разговора и предыдущий раз, что в секторе газа появилась техника под флагами Израиля, и там якобы В и З, это опознавательные знаки как бы так называемой спецоперации России в Украине, в войне. И все очень удивились и начали говорить, как так, российская техника в секторе газа. Можете вы объяснить, что это за буквы, откуда они и стоит ли нам переживать? Нет, нет, переживать стоит россиянам, которые в очередной раз не смогли придумать ничего своего. Буквы В и З используются на израильской бронетехнике, ну, как минимум, с войны, первой Ливанской войны, то есть 2006 год. В и З обозначают эти буквы, вот это очень просто ВИ, и это первые четыре взвода, первый, второй, третий или четвертый взвод бронетангового корпуса, а З это, соответственно, пятый взвод. Используется это ВИ, чтобы отличать там первое от четвертого, вы можете иногда на израильской технике видеть эту букву повернутой или даже перевернутой на 180 градусов. То есть таким образом отличают, к какой боевой единице относится тот или иной танк, и используются именно эти буквы, потому что это самые примитивные графические изображения, которые, ну, буквально вот там две палочки и три палочки могут быть начертаны одной рукой, и они хорошо визуальны, то есть их издалека видно, по ним нельзя запутаться, в отличие от каких-то более сложных наименований. Это очень давно используется в израильской армии, никакого отношения ни к России, ни к российской технике, ни к тому, что она там делает, это никогда не имело никакого отношения.